Всем привет! Давайте посмотрим игру, которая называется Апартаменты 14.06. Странно, что не 14.08, но, наверное, это было бы слишком очевидно, слишком явная отсылка. Так что вот, 14.06. Здесь есть сама игра, здесь есть Last Hope, это что-то типа режима арены, но я начну новую игру, и мы посмотрим только основную часть. Вы уверены? Да, я уверена. Меня зовут Итан Блейк, я ассистент Габриэля Блейквуда, но моя самая большая мечта охотиться на демонов. Профессор Габриэль Блейквуд опытный охотник на демонов, который постоянно подчеркивает, что мне необходимо приобрести дополнительные навыки, прежде чем я буду готов присоединиться к нему в борьбе с темными силами. Нажмите любую клавишу, чтобы продолжить. Тык, нажимаю. Здесь есть даже вступительная катсцена. Аирем студии одного человека представляет. А мечты могут сбыться в самый неожиданный момент. В моем случае это произошло одновременно с телефоном и звонком профессора Габриэля Блейквуда. Будь осторожен со своими желаниями. Апартаменты 14.06. Ну да, стоит быть осторожнее, потому что они могут внезапно сбыться, и не факт, что вам это понравится. Да. Желания могут быть очень странными, и могут исполниться не совсем так, как ты их загадываешь. Я помню, даже был фильм, назывался «Исполнитель желаний», и он брал человеческие желания, исполнял их, но таким извращенным способом, что никто этому не был рад. Так, ну ладно, это я отступаю от темы. Профессор Габриэль Блейквуд попросил меня сходить в заброшенную квартиру 14.06 и принести ему старую книгу. Однако он не сказал мне зачем, он был очень взволнован. Он упомянул, что книга находится в тайной комнате, и оставил там подсказки. Все это звучало странно, даже от него самого. Когда я вошел в здание, мне показалось, что я путешествую во времени. Крутые лестницы и старая мебель. На каждом шагу я чувствовала, что что-то не так. Шепоты, жуткие звуки. Я уже прошла на самом деле. Черт, надеюсь, лифт работает. Я прошла, и мне понравилось. Поэтому я хочу ее пройти и записать. Она того стоит. Я думаю, нет. Что нет? А, он сказал, надеюсь, лифт работает. Думаю, нет. Ну, очевидно, что нет. И там было написано, что задача подняться наверх в квартиру, кажется, да. Ну да, здание выглядит давно заброшенным, нежилым. Сразу какие-то шорохи, какие-то крысиные писки, визги, жуткие звуки, стуки. Потолок обваливается и все такое. Вообще, как я уже написала в своем обзоре, я уже прошла игру, я написала обзор. Вот эта часть начальная, она в демо-версии показана. И демо-версия, и вообще игра в целом, то, что будет после демки, это как будто бы две совершенно разные игры. И вот демо-версия, ну, то есть начало, если честно, мне не очень понравилось, точнее, совсем не понравилось. Если бы вся игра была такой, она бы меня вообще не впечатлила, но дальше будет интересней. Так, изучить. Повернуть. Убрать. Тут ничего интересного. Но вообще за это дают ачивку, просто я уже получила большую часть ачивок, почти все. И что-то тут уже происходит. Что-то уже происходит, но наш главный герой, он все вот это наблюдает, и у него не возникает такого желания все это бросить и уйти отсюда поскорее, пока цел. Ли... Что тут написано? Ендес. В... Нет, я не понимаю. Не совсем понятно, что тут написано. Нажмите таб, чтобы открыть инвентарь. Поднимитесь наверх и найдите квартиру 1406. Да. У нас тут есть инвентарь, у нас есть наши цели, это наше здоровье. Ну и прочие подсказки. О, кстати, у нашего героя даже есть тело. Вот он ходит туда-сюда. И может присаживаться и вставать и так далее. Это фотография кирпичной стены, и там что-то торчит, по-моему, чьи-то пальцы, или может это камешки, я не знаю, что это. Вот. За это тоже давали ачивку. Тут очень много ачивок в этой игре, и их буквально за каждое действие тебе дают. Ну, я уже их получила, поэтому тут ничего нет. Что-то происходит. Нас буквально заваливают всякими пугалками, жуткими происшествиями, скрипами-хрипами и прочим. Помехи какие-то на экране появляются. Стул у нас прилетел. Можно бросать предметы, поднимать и бросать, хотя в этом нет особого смысла, но... Ну, а это есть, почему бы и нет. Ладно, прикольно. Нажмите левый шифт, чтобы запустить. Левый шифт, чтобы запустить. Может, чтобы бежать? Потому что предметы кидать не на шифт, а на мышку, вообще-то. Ну, ой. Ой. Ну, вообще-то, что я хотела сказать? Что я хотела сказать? Мысль потерялась. Мысль перебилась другой мыслью. В общем, я не знаю, почему наш главный герой, наблюдая все вот это, какая-то загадочная тень у нас возникла перед глазами, но он спокойно идет дальше, вообще это никак не комментирует. Ну, наш главный герой хочет стать охотником на демонов, так что, может быть, он уже привык к таким вещам. Может, он специально любит ходить по заброшкам, одержимым злыми силами, и тренирует свои нервы, я не знаю. Ну, а ему вообще наплевать абсолютно на все то, что тут происходит, похоже. Жуткое лицо на фото. Ну, хорошо. Эти фото нам совершенно ни для чего не нужны, ничего нам не дают, кроме ачивок. Ой. Кто-то только что выглянул из-за угла какой-то силуэт со светящимися глазами. Сохранение игры. Обновленная цель. Где? Где обновленная цель? Цель нам не пишут, обычно ее здесь пишут в углу, сейчас ничего не пишут. Это доступ на крышу, но тут все закрыто, тут все закрыто, все замуровано. Вопрос. Где ключ? Ключ внизу где-то, под половичку. Нам такую подсказку. Игра дает, бросить... Не знаю, кто прячет ключ под половиком. Это настолько очевидная вещь, положить под дверной коврик ключ. Кто-то еще так делает, я не знаю. Это, наверное, люди, которые воров абсолютно не боятся. Остановите питание в комнате в электрическом ящике. Вон там кто-то стоит, смотрит на нас. Привет, я тебя вижу. Ой. Он тяжело, зловеще дышит, но ничего нам не делает. Здесь лампа. Здесь полка. Очень темно. Да ладно тебе. Он хрипит. Я не знаю, пытается нас напугать, но я его уже видела, так что все его попытки тщетны. И нам нужно открыть вот этот вот щиток и здесь восстановить питание. Я не знаю, почему он так высоко висит. Это только для самых высоких соседей, наверное. Может быть, чтобы маленькие дети не баловались? Я вот так... Господи. Я чуть не пропустила эту пугалку. В общем, тот мужик, который там в темноте стоял и дышал, он тут пробежал мимо. Ладно, давайте закроем дверь. Ну и что мы видим? На полке сидит кукла с горящими глазами и следит за нами. Ничего необычного и нож в стене воткнут. Главный герой также это никак не комментирует. То есть тут какие-то странные, непонятные, нелогичные, ненормальные вещи начинают сразу же происходить, но герой ведет себя так, как будто бы это в порядке вещей. Ладно, давайте откроем дверь. Так как-то спокойнее. С открытой дверью. Найдите книгу в тайной комнате с книжной полкой. Кто-то забил дверь досками, но очень слабо забил, если мы можем просто голыми руками оторвать эти доски, а спокойно сюда пройти. Смотрите, картина с девчонкой и качающейся лампочкой перед этой дверью. Вообще игра очень сильно копирует Silent Hill, да, как вы можете догадаться. Автор игры, он, наверное, большой поклонник Silent Hill. Вот эта дверь, ну, буквально как дверь из четвертого Silent Hill. А эта девчонка местная Олеца. Я сразу забегу вперед и сделаю такой спойлер. Вот. Так. Соедините чашу с кнопкой. У нас пока нет никакой чаши. У нас пока нет ничего. Здесь еще одна кукла. Я могу приближать камеру на правую кнопку мыши. Куклы с ножами. Ну, они пока... Пока они нам ничего не делают. Кто-то в шахматы играл и смотрел телевизор. Ты не против, если я заберу вот эту вещь? Он не против. Спокойно. У меня аж игра зафризила. Спокойно. Так. Ключ от ванной комнаты. Но... А, подожди. Я была здесь. Но мы все осмотрим по порядку. Дверь закрылась. К чему бы это? О, прикольно. Тут даже можно включать и выключать свет. Что это за звук? А, это ветер водит за окном. Что в ящике? Этот ящик закрыт. Здесь что-то сверкает. Маленький ключ. Очень хорошо, что есть подсветка. Очень хорошо, очень удобно. Если подсветки нет, то легко пропустить нужные предметы и блуждать тут очень долго. И проклинать все на свете и искать эти ключевые предметы. А здесь они подсвечены. И это очень здорово. Ну и так же значками обозначаются. То есть, если мы подходим к какой-то записке или предмету, он либо светится, либо там иконка появляется, чтобы мы знали, что можно это все посмотреть. Вроде бы симпатичная девушка, только с лицом у нее что-то не то. Лицо не слишком симпатичное. За этими воротами скрывается зло, и она ждет тебя. Как в мультике, да, в каком-то было? Не ходи туда, тебя там ждут неприятности. Но как же не ходить, они ведь ждут. Так и здесь. За этой дверью нас ждут неприятности, значит мы должны туда обязательно пойти. Вы взяли рюкзак. Что это нам дает? Два дополнительных слота для инвентаря это нам дает. И у нас есть два ключа. Ключ от туалета и ключ от ванной комнаты. Здесь туалет и ванная в разных комнатах находятся. Так, а тут не открывается. И внезапно в коридоре появился стул. Какой ужас! Никогда в жизни мне не было так страшно. Так, ладно. Да, вот тут у нас туалет и ванная. Ой. Дверь заперта, мне нужно найти ключ. Ты уверен, что нужно? Как только мы подходим к двери, как сразу камера начинает колбасить, появляются помехи, жуткие хрипы, крики из-за двери. Но нашему герою все равно, у него остальные нервы. Он хочет пройти в эту дверь. Ладно. Мы туда обязательно пройдем, но чуть позже. Ага, тут у нас туалет. И в туалете у нас ключ. Ну, как часто бывает в хоррорах. Или это не ключ? А нет, это красная кнопка. Ну, в общем... Смотрите, как много здесь пауков. Нас закрывают в комнату с пауками. И тут еще какой-то силуэт можно рассмотреть. Силуэт женщины, который пропадает. Мы потом еще таких встретим. Таких женщин не раз. В общем, да, это был кошмар арахнофоба. Если кто-то боится пауков, то... Наверное, это был бы неприятный момент. Но мы пауков не боимся, мы вообще ничего не боимся. Вот наш главный герой, кстати. Такой вот симпатяшка. И если мы посмотрим в зеркало, которое тут внезапно появилось, можем увидеть... За нами появляется силуэт девочки. Но в реальном мире никакой девочки тут нет. Но она как бы есть. Просто она немного в другой реальности находится, куда мы еще не попали с вами. И мы взяли в туалете красную кнопку. Ну, часто в туалетах какие-то ключевые вещи прячут. Ржавый топор, наше первое оружие. И ржавая чаша, да? Кто-то, кажется, тут был. Кто-то, кажется, тут был. В плане ничего. Дверь закрыта. Но там явно что-то есть за этой дверью. И появился манекен. Я не знаю, кого такие манекены могут напугаться. Если я постараюсь уйти... Игра, что с тобой? Успокойся. Если я постараюсь уйти... Тут мы уже замечаем, что мир постепенно меняется. Откуда-то решетка появилась вот эта. А я могу спуститься? Ну, я могу, но дальше нас не выпустят все равно. Постепенно мир меняется, и постепенно... Эта квартира нас как-то захватывает, наверное. И держит в плену. Так, значит, комбинировать кнопку с чашей нам нужно. Потом поставить ее сюда. Потом... Нажать кнопку курсором. Дверь откроется. Ну, точнее, шкаф отъедет и освободит дверь. Потом мы ее откроем. И вот... Первый момент, где нам придется сражаться. В общем, пустить свой топор в дело. Куклы с ножами на нас напали. Раньше они просто спокойно сидели на полках. Теперь они на нас бросились. Не знаю, они такие маленькие. На что они вообще рассчитывали? Неизвестно. Ладно. Кстати, на этом моменте демо-версия заканчивалась. Когда... Когда была кат-сцена с куклами. И все. Но вот теперь как раз-таки начинается самое интересное. Потому что появляется боевка. Появляются монстры, с которыми мы сможем сражаться. Давайте почитаем, что у нас здесь есть. Чей-то дневник. Журнал профессора Габриэля Блэквуда. День первый. Квартира 1406. Мы приступили к изгнанию демона Димексуса. В квартире 1406. Жильцы квартиры сражались вместе с нами и помогли поймать демона, которого мы сковали цепями. Неоценимую помощь в борьбе со злом оказала Эмма, моя талантливая дочь, обладающая паранормальными способностями. Демон по-прежнему грозен. Возможно, мне стоит попросить Итона предоставить мне оккультный манускрипт 2. Дни 2.4. В течение этих дней мы вели ожесточенную борьбу с демоном. Димексус попытался вырваться на свободу и нанести нам ответный удар. Резиденты стойко сдержались и верили, что мы сможем его победить. Эмма, используя свои необычные способности, была нашим самым ценным союзником. День пятый. К сожалению, неожиданно вспыхнул пожар, быстро охвативший все здание. Мы поспешно попытались спастись, но никого из жильцов спасти не удалось. Только мне удалось выжить, и сердце мое сжалось, когда я понял, что Эмма, скорее всего, не выжила. Через некоторое время я вернулся в здание. На первый взгляд, все в порядке, но я ощущаю внутри разложение, запах обугливания. Что-то чужое и могущественное должно владеть этим местом. Но это не Димексус. Эмма, я должен найти способ узнать правду. Итан. В этом, можно сказать, весь сюжет в этой записке нам подается. Завязка сюжета. Это пароль. Пароль довольно простой. Пароль от этой шкатулки. Очень простой и предсказуемый пароль, на самом деле. Ой, случайно не туда покрутила. И все. Подожди, как? Окультный манускрипт... Окультный манускрипт 4. Это тот, который нам нужен, я думаю. Все, мы взяли то, что нам нужно. Теперь можем покинуть эту квартиру. Но... Конечно, просто так сделать это не получится. Взяли что-то еще. Марля. Тонкая полупрозрачная ткань с рыхлым... Открытым плетением, которое может остановить кровотечение и исцелить 15 хп. Ладно. Но пока у нас все в порядке со здоровьем. Конечно, что-то начинает происходить. Телевизор включился сам собой. Здесь почему-то рисуется паутина. Это, наверное, значит, что мы... Попали в самую паутину зла, может быть. Да что ж такое? Ну, хорош. Ну, игра. Ну, перестань. Так. В остальном все вроде бы по-прежнему, но не совсем. Куклы все исчезли, потому что мы их всех перебили. Не так давно. Использовать. Открываем дверь, но выбраться мы не можем. Кто-то дверь уже замуровал, заложил кирпичами. Но манекен нам услужливо предлагает ключ. Давайте возьмем. И катсцена. Кто-то ждет нас с той стороны двери. А? Что? Двери захлопнулись? Катсцена нам показывает, куда нам применять ключ. Давайте откроем. Хотя это было максимально глупое решение. Зачем открывать дверь? Тем более, если мы знаем, что за ней... За ней держат демона. Которого поймали ценой стольких жертв. Вот за этой дверью он находится, но я пока туда не пойду. Пройдет приемник. Не знаю, зачем он нужен, что с ним делать. Давайте его выключим вообще. А тут что-то есть. Длинный дверной ключ. Ой, я случайно заглянула в череп нашему протагонисту? Ладно, давайте уходить. Опять этот манекен? Или может это другой уже манекен? Я не знаю. Нет, это скорее всего тот же самый, потому что тот, который стоял в коридоре, он исчез. Я могу бросить этот стул, чтобы он мне не мешал. Так. Минутку. Так, все вроде нормально. Я проверила громкость. Потому что мне кажется, что игра слишком громкая, хотя я убавляла громкость. Но мне все равно кажется, что очень громко мне вот... Тут дышат над ухом. Очень громко. Так что я иногда себя даже плохо слышу. Что у нас тут? Опять тут та же самая женщина, которую мы уже видели, со страшным лицом. Я иду. Неизбежно. У вас нет выхода. Кто идет? Это женщина? Или верблюд? Или демон? Почему он нам открытки оставляет? Ладно, не важно. Давайте открываем дверь. Ну и все. Можем полюбоваться на этого красавчика. Он скован цепями и пока что нам ничего не сможет сделать. Ну ладно. Добро пожаловать в ад. Говорит нам демон Димексус. Задом наперед. Все написано. И все. Мир меняется и мы оказываемся в подобии Сайлент-Хилла. Как я уже говорила, игра очень сильно копирует Сайлент-Хилл. Очень активно. И точно так же мы слышим сирену. Точно так же все становится ржавым, облезлым, ободранным, зловещим. И неуютным. Так. И все обновилось. Все обновилось. Предметы тоже должны обновиться. Взяли длинный дверной ключ. Взяли записку. Опять эта женщина. Все горит. Все горит. И я вместе с ним. Скоро мы будем вместе. Кто это написал? Это женщина? Кто она вообще такая? Какое она имеет отношение к тому, что тут произошло? Электричество отключено? Ладно. Лампу мы уже не включим. Я не знаю, кто это написал. Может быть, это дочь профессора написала? Так. Кстати, у нас есть фонарик. И я так понимаю, он автоматически включается. Но он довольно-таки тусклый, на мой взгляд. Довольно темно, даже с фонариком. Давайте возьмем все, что здесь есть. Какой-то ключ. Здесь больше ничего. Пистолет. А также тут лежит сумка, где мы можем хранить все свои вещи. Это примерно как сундук в Resident Evil, но только тут вместо сундука сумка. И еще взяли таблетки. Таблетки гидроморфона. Исцеляю 20 кп. И пистолет, который можно достать, если нажать на клавишу 2. Можно также перетащить его сюда. Сгруппировать вещи так, как нам нравится можно. Ну и, я не знаю, оставить при себе вещи или, может, выложить. Давайте... А, подожди, как укладывается? Хранить. Если нажать... То мы эти вещи выложим. Вот та самая женщина, призрак которой мы видели в туалете. И, может, это она писала эту записку. Я не знаю. Кто-то из сгоревших жителей... Как мы помним, жители этой квартиры, точнее всего этого здания, сгорели. И спасся только профессор. Все остальные сгорели и погибли. И вот сейчас на нас нападает первый монстр. Женщина с топором. И точно так же, как в Сайлент Хилл, при ее приближении появляются помехи. Только не радиопомехи, а визуальные помехи. И у нее такая текстура, как будто бы она горит. Потому что здесь все монстры, они... Я так понимаю, это как бы жители, погибшие при пожаре. Только они остались в плену у демона. И он их превратил в монстров и контролирует теперь. А также из них, из врагов иногда выпадают всякие полезные вещи. Вот мы что-то с нее, точнее, получили. Напиток кола. 10 хп он исцеляет. Ну, это чуть-чуть, но все равно лучше, чем ничего. Здесь в ванне что-то тело уже купается. Таблетки гидрокордона. Гидрокордона, точнее. 25 хп. Ладно, путь будет. Опять помехи. Где-то рядом монстр, но я не вижу где. И рюкзак нам добавляет еще слотов. Это очень полезно. Так как сейчас мы будем очень много всего находить. Полезного. Так, она ничего нам не оставила? Вроде ничего. Это патроны пистолетные. А это что? Скрепка, которую можно использовать как отмычку. Это патроны. Так. Пока. Пока. Продолжение следует...